Всем привет! Вы на моём канале. Сегодня будет очередной новостной выпуск. Но в отличие от прошлого раза, в этот раз будет такое коротенькое видео, наверное. Ну, в общем, я не буду вас томить. Давайте сразу же начнём. Итак, начинаем с первой и свежей новости. А именно, Константин Кучаев продолжит карьеру в Нижнем Новгороде, в паре НН. И, в принципе, эта аренда логичная. Эта аренда сама по себе напрашивалась по той лишь причине, что Костя играл откровенно мало. И, знаете, жалко, конечно, но, с другой стороны, помните, его как-то раз Станислав Черчесов очень хотел на чемпионат мира взять, но из-за травмы он не поехал. Потом он, в принципе, неплохо так прогрессировал. Ну, а потом получил снова травму и перестал прогрессировать. Дальше уже была аренда в Рубин. И после Рубина он более-менее реабилитировал карьеру при Федотове. Ну, а потом снова получил травму и вот снова ушёл. Ну, тут с недавнего новости, как вызвано. И вот снова аренда. На этот раз Нижний Новгород. И на этот раз, скорее всего, Кучаев покинет ЦСКА навсегда. Это жаль, жаль. Некоторые говорят, что не стоило его отпускать. Некоторые говорили, ну и ладно, все равно он не играет толку. Вот. Я же лишь скажу, что, наверное, не стоило его отпускать. Тем более сейчас обоим и ЦСКА не шибко-то, ну, мягко скажем, большая, да? Откровенно маленькая. Вот. Так что, с другой стороны, я пожелаю удачи Константину Кучаеву. И я теперь понимаю, почему берут Сидор Ахмеда Айсауи. И вот как раз о нём и пойдёт речь. Ну, а теперь вторая новость, а именно то, что Сидор Ахмеда Айсауи подпишет пятилетний контракт. С чем я, конечно же, вас поздравляю. Но, с другой стороны, так же, как и вы, я ожидал в это зимнее трансформальное окно от ЦСКА большей активности. Ну, в общем говоря, чего-то большего, чем Айсауи. Но, с другой стороны, скорее всего, надо мы об этом поговорим, потому что ожидается полноценный трансфер именно летом. И именно летом приедет Круговой. Что касается Айсауи, я теперь понимаю, почему ушёл Константин Кучаев и почему подписали Сидор Ахмеда. Вот отсюда все выводы можно уже сделать. Также можно сделать выводы, почему тренерский штаб не доверяет Кристиану Пистовичу. Вот такие дела. В рамках партнерства ПФК ЦСКА Сиранской Академии Киа, два футболиста, 17-летний Мани Кокаби и 19-летний Амир Хосейн Риванди, проходят стажировку в молодёжном составе красно-синих. Ну, Киа – это футбольный клуб, как вы поняли, она с автоконцерном корейским никак не связана, конечно же. В общем, что я об этом думаю? Если с Риванди, ну, немножко интересно, я вам скажу, ему 19 лет и он выступает, чуть не сказал. А, и он по ампула левый защитник. То бишь, он может, в принципе, если его наиграть, то играть ещё и враты рай. И это интересно, учитывая то, что Круговой приедет только в летний трансфер. Вот. И поэтому, наверное, это просто такая отставочка, учитывая всю ограниченность ЦСКА в финансовом плане. И вот эти футболисты – это как, знаете, это как подписать Файзуайла и надеяться на то, что эти футболисты тоже в будущем выстрелят. То есть на перспективу. И если Кукаби – это немножко сомнительно, да, хотя, может, я ошибаюсь. И, в принципе, а может, не ошибаюсь, может, ЦСКА с ним не подпишет контракт, то с Риванди немного интересно. В принципе, стоит за этой ситуацией понаблюдать. И если ЦСКА подпишет этого игрока, то, скорее всего, он не будет выступать молодёжи, а именно будет играть в тренерском штабе при Фидотове. Ну, потому что левых защитников, на Суча, если Гарич, например, выпадет из состава Ли Келвин, то Риванди вполне бы мог играть на этом краю. Правда, знаете, немножко поздновато, учитывая то, что уже близок к возобновлению чемпионата. Вот. И нужно было раньше как-то наиграть. Ну, с другой стороны, лучше поздно, чем никогда, согласно, да? Вот так вот обстоят дела с этими двумя футболистами. Ну, что ж, будем наблюдать, кто из них подпишет контракт. Мне кажется, Риванди близок к этому. Хотя я могу ошибаться, может быть, ЦСКА их обоих и не подпишет. Хотя я надеюсь, что с Риванди получится, потому что, ну, на перспективу ЦСКА ничего, в принципе, не теряет, согласитесь. Александр Долгов тренируется с ПФК ЦСКА. Да, он не сыграл матчи с Родиной, товарищеском матче. Он вообще даже в заявке не был. И он просто тренируется, чтобы набирать форму. Пригодится ли этот игрок ЦСКА? Но, учитывая то, что он не закрепился в факеле, то и вопрос довольно большой. Нужен ли он ЦСКА? Да, конечно, у ЦСКА не хватает обоимы, в принципе. Но, с другой стороны, Александр Долгов сможет ли он усилить ЦСКА? Это тоже, еще раз говорю, большой вопрос. Но, если ЦСКА может подписать себе его на полгода, в принципе, тоже, я, ну, так сказать, ничем не помешает. Вот. И сможет ли он вообще заинтересовать тренингский штаб Владимира Федотова? Ну, непонятно, непонятно. И, скорее всего, я склоняюсь к тому, что он, ну, просто набирает формулу и вряд ли он подпишет контракт с ЦСКА. Агент Джорджа Фернандеша. Возможно, трансфер Фернандеша в ЦСКА получится осуществить летом. Также другой агент, у него два агента, как оказалось, два представителя, оценил вероятность перехода своего клиента в ЦСКА на 70%. Да, о чем и речь. Зимние трансферы мы ожидали от ЦСКА большего, но, скорее всего, уже больше ничего не стоит ожидать. В неделю осталось то закрытие трансфера. В общем, основные трансферные усиления стоит ждать именно летом. Да, я понимаю, что вас раздражает слово «дожидаться», «ждать» и так далее. Ну, она так и получается. В летнем трансферное окно придется дождаться именно лета. И вот Джорджа Фернандеш – это прямая замена Вильяма Рошу. Так как вокруг Вильяма Роши очень много слухов о его трансфере, о его уходе. И, в принципе, его замена, поиск его замены вполне логично. И вполне логично, что ЦСКА ищет именно в Португалии. Потому что португальцы, а в плане политики всех этих, сами знаете чего, они всегда абстрагируются и, конечно же, ведут такие деловые отношения, ну, добропорядочно, что называется. Кстати, по ведущем выпуске я говорил о двух бразильских защитников, а именно о Педроу и Ревалша за одного даже претендует Краснодар. Так вот, тем и, конечно, интереснее будет, что купить ЦСКА в летнее трансферное окно. Конечно, Джорджа Фернандеша могут договориться заранее, и это будет хорошо. В отличие от предыдущего летнего трансфера, да, помните, как все вообще медленно проходило. Особенно трансфером Давилу, ну, ладно, Давилу это куда не шло, а вот трансфер Келвина, а вот Капишап это вообще молчу. Ну, с Келвином, да, вот так получилось, что он поздновато тоже пришел. Вот, так что будем ждать именно летнего трансфера, и, скорее всего, именно в летнее трансферное окно ЦСКА будет поактивнее. Хотя, конечно, понятное дело не факт, но все же. Вероятность, что Щенников окажется в новой команде, равна нулю, сказал футбольный агент Георгия Щенникова Сергей Пушкин. Вот, новыми красками заиграла шутка про «Кто будет тебе искать команду?» Пушкин? Я уже популярный, пока нет. Промис объявлен в международный розыск. В Нидерландах футболисту Спартака грозит в общей сложности 7,5 лет тюрьмы за нападение на кузена и участие в контрабанде наркотиков весом 1 кг 362 грамма. Да, эту новость я тоже не стал обходить стороной. Дело в том, что многие сейчас высказались об этом. Я же лишь скажу, что странно, да, вы не находите, да, вот, и многие почему-то набросились на промис, я был вот на картеле, там держат контрабанда. Ну, вы знаете, фильм «Вовсе тяжкий», да, когда он снимает, вот, и достает телефон. Ну, вы примерно так похожим в случае, видимо, люди представляют себе. Я же скажу, что как-то странно, как-то странно, никаких доказательств, никаких вообще, просто то, что он якобы угрожал ножом, он чуть ли не пырнул ножом кузена. Это из разряда того, что я где-то кого-то пытали. Вот, помните, Гуран нормальный говорил. Все мы знаем историю о том, где-то кого-то пытали. Вот тут то же самое. Все мы с вами не один раз слышали истории о том, что где-то кого-то пытают. Из того же разряда, вот, я не знаю, как это дальше комментировать, могу лишь сказать то, что промис, да, я понимаю, что кто-то скажет, что его экстрадируют, там, и так далее. Нет, не экстрадируют, промис будет стоять на месте. Да, Спартак будет стоять на распутии, продлевать ли с ним контракт или нет. Для этого купили Кастрюриканцев Гальды. Вот, ну, в случае довольно тяжелый. Тяжелый и, знаете, ну, не может быть такое совпадение, потому что промис играет в Спартаке. А я помню еще такой заголовок тупой от Дели Мэйл, где Хаким Зииш посетил Спартаковский стадион, чтобы навестить промиса. И Дели Мэйл там всякую чушь написал. Просто я был поражен вот этими заголовками ихними. Ну, что тут с них взять? А депутат Милонов и вовсе сказал, что хрен вам, а не промис. Ну, как-то так обстоят дела. Я лично скажу, что как-то непонятно. Обычно у нас в СНГ там законы, да, непонятно как работают. А тут Нидерланды. Вот, тем удивительные, как либералы там визжат, что на Западе законы, как швейцарские часы там работают. Да хрен там, хрен. Учитывая, даже глядя точнее на УЕФА, ХИФА и других организаций. МОК, например, Международный Олимпийский комитет я имею в виду. Поэтому, ну, делайте выводы сами. Тем более, тут есть цифры. Промис заработал более 33 миллионов евро. За время выступления за Спартак Твента Аякса Сивилик. Ну, тем удивительнее, зачем ему барыжить наркотой, да, или кого-то там ножом нападать. Поэтому суд в Нидерландах, ну, скажем так, странен. И, конечно же, представители Промиса постараются подать апелляцию. Вот так вот. Сон Хэн Мин повредил пальцы в конфликте с партнером по сборной Южной Кореи, которые хотели поиграть в пинг-понг. Да, Сон Хэн Мин – это капитан сборной Южной Кореи. Как вы знаете, Южная Корея, ну, по крайней мере, для себя провалила Кубок Азии. Да, ее считали от ними с фаворитом наравне с Японией. Ну, да ладно, не об этом. А суть в том, что в матче с Южной Кореей многие заметили, что Сон Хэн Мин выступал, ну, в повязках. То, что он повредил пальцы. И, как оказалось, был конфликт, был конфликт, партнеры, его партнеры решили, что нужно побыстрее уйти с обеда, да, пообедать побыстрее и поиграть в пинг-понг. На что Сон Хэн Мин отреагировал, что, ну, нужно спротиться, почему вы уходите так рано, ну, то есть дисциплину какую-то держать. На что, конечно же, некоторым футболистам Южной Кореи это не понравилось. И некоторые встали на сторону капитана, а некоторые начали, ну, скажем так, агрессиваться. И один из таких защитников оказался Ли Кан Ин, футболист ПСЖ. В итоге, когда Сон разнимал игроков, он повредил себе пальцы. Вот такие вот истории. А Ли Кан Ин еще и извинился перед партнерами. Но, с другой стороны, знаете, многие вот стебут сборную в Россию, да, ну, после истории слов Акшавина, да, ваши ожидания, ваши проблемы. После шампанских в Монако Мамаева и Кокорина, потом же от тех же этой компашки в 2018-м они отличились. Ну, в общем, вы знаете. Ну, вот как вы уже лицезрели, в других сборных оказалось не так-то и, ну, не лучше. Ну, вообще, у меня не хватает слов. В той же Англии бывают стычки между партнерами, в Германии уже бывало, испанских сборных, вот, бразильских, аргентинских, вспомните чемпионат мира, да, как игнорили тренера Сан-Паули. Много было истории, поэтому это говорит о том, что новое поколение футболистов, оно более наглое. Да вообще, молодежь сама по себе стала наглой. Поэтому вот так вот мы лицезрим вот такую вот, ну, скажем так, не то чтобы наглость, а такое хамство. То есть капитан Сон Хэн Мин, он, тем более, старше практически всех. Али Каниндон только-только раскрывается, как футболист, но он уже поймал звезду. Так что, не знаю, неприятно, конечно, это видеть. Итак, теперь последняя новость, и она связана с Киллианом Баппе. Летом Киллиан решил покинуть ПСЖ на правах свободного агента. С большой долей вероятности им окажется Реал Мадрид. Да, есть еще Ливерпуль, но учитывая то, что Юген Клоп покинул, ну, точнее, покинет по окончанию сезона Мерси Сайдсов, вряд ли Мбаппе это будет интересно. Да и даже с Югеном Клопом было бы мало вероятно его переход. На что, конечно же, президент ПСЖ, президент ПСЖ, конечно же, отреагировал негативно, и, как ни странно, Мбаппе матчи с Нантом будет играть на скамейке запасных. Точнее, наблюдать за игрой на скамейке запасных. Но, с другой стороны, до конца сезона, скорее всего, доиграет. Но, с другой стороны, непонятно, почему президент ПСЖ не стал соглашаться на условия Реала. Он бы хотя бы заработал бы и, соответственно, нашел бы себе замену. Ну, с другой стороны, может, потому что президент ПСЖ миллиардер сам, и ему эти деньги нафиг не нужны. И ему нужен был именно эта звезда. Килиамбаппе, как вы знаете, мировая звезда. А терять мировую звезду, это значит терять себе статус. Ну, ПСЖ и так не самый популярный клуб, скажем так. Так что, эпопея, скорее всего, наконец-то закончится. А то вот летом, глядишь на это, и просто офигеваешь от того, что вот только новости в спортивном мифопоре. Пламбаппе, мбаппе, мбаппе. Надоело уже. Наконец-то закончится все это. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Да, было больше новостей, но я решил рассказать о ЦСКА и немного о промесе, мбаппе. Мог и больше. Ну, решил, что лучше ограничиться короткими новостями. Поэтому я решил, что буду радовать вас раз в неделю подобными новостными выпусками. Лучше вот так вот. Короче, но зато понятнее, чем вот как в прошлый раз забивать хронометраж почти на час, а это как я понял, что это будет неинтересно. Поэтому спасибо всем за внимание. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Также не забывайте подписаться на мой канал, на телеграм-канал, группу ВКонтакте, ну и, конечно же, на альтернативную платформу Z. Спасибо всем за внимание. Счастливо. Всем пока.